Синхронизация видео и аудио после многокамерной съемки Первоначально многокамерная съемка использовалась в кинематографе и на телевидении. Сейчас же этот метод прочно ассоциируется с качественной видеосъемкой и применяется повсеместно. При съемке мероприятий, концертов, мастер-классов, а также интервью или же для формата «Говорящая голова», когда человек доносит какую-либо информацию. Сегодня мы покажем вам, как в пару кликов можно синхронизировать видео с разных камер, а также аудио-носителей в единый проект в программе Adobe Premiere Pro. 3, 2, 1. Сейчас у нас идет процесс многокамерной съемки. Камера 1, камера 2. И помимо этого я записываю звук на сторонний аудиорекордер Zoom. Давайте сейчас рассмотрим два способа, как мы можем очень быстро синхронизировать наши медиаданные со всех трех носителей. Переносим наш отснятый материал в подборку с файлами. Затем выделяем их, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем опцию «Создать эпизод источника многокамерной передачи». Обычно здесь все настройки стоят по стандарту и в нашем варианте не нужно ничего менять. Просто убедиться, что выбран источник аудио, канал дорожки микширования и в подпункте аудио стоит вариант «Все камеры». Жмем «Ок» и наши файлы преобразуются в нужную нам секвенцию. Можем нажать правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Открыть на таймлайне» и посмотреть, как прошел процесс синхронизации. У нас идет процесс многокамерной съемки. Камера 1, камера 2. И помимо этого я... Немного порезать, чтобы убедиться, что все в порядке. Сейчас рассмотрим два способа, как мы можем очень быстро синхронизировать наши медиаданные со всех трех носителей. Также в этой теме есть еще одна суперфишка, которая очень поможет при мультикамерном монтаже. Нужно создать новый эпизод и если закинем туда секвенцию, он подстроится под ее параметры. Просто кликайте «Изменить настройки эпизода», когда выскочит соответствующее окошко и не заморачивайтесь. Итак, перед нами вложенная композиция с многокамерной передачей. Чтобы активировать экран и видеть все камеры, в этом вложении жмем сюда на плюсик. Находим вот этот вот значок. Это значок переключения представления многокамерной передачи. Зажимаем мышку и просто перетаскиваем его к остальным активным значкам ниже. Затем кликаем на него и видим, как перед нами открывается многокамерный режим, на котором в реальном времени вы можете видеть и монтировать все подходящие нам кадры. Очень удобный инструмент, особенно чтобы ловить нужные моменты на ивентах или эмоции во время интервью. Если переключать камеру во время воспроизведения, секвенция будет автоматически обрезаться и пускать в эфир ту камеру, которую вы выбрали. Если вы понимаете, что вам не нравится выбранный вами момент, просто перейдите на таймлайн, выберите тот кусочек, который вы хотите изменить, и активируйте другой, нужный момент в окне мультикамерного монтажа. И он его заменит. Синхронизация видео на таймлайне. Чтобы сделать все то же самое, но непосредственно в рабочей области, переносим наши медиафайлы на разные дорожки аудио и видео. Выделяем все, щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем опцию синхронизировать. Кликаем на точку по аудио. Канал дорожки должен быть микширования и жмем ОК. После обработки мы можем сравнить аудиопики и синхронную картинку, а после проверки работать уже над конечным продуктом. Давайте сейчас рассмотрим два способа, как мы можем очень быстро синхронизировать наши медиаданные со всех трех носителей. Спасибо за просмотр. Мы надеемся, что это видео было для вас полезно. Оставляйте свои лайки, сохраняйте к себе, чтобы не потерять, а также смотрите другие наши полезные видео. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok